Оказалось, что это устройство, которое следит за напряжением питания. И как только оно... И прозвоним вот с этой ножкой. В общем, визуально я нашел проблему, я ее устранил. Дальше здесь стоит пик 16, я посмотрел даташит. Ребята, если вы задумывались о своем собственном сайте, например, для себя, либо для сервис-центра, то самое главное, это качественный, всегда доступный хостинг, ну и желательно недорогой. В описании под видео есть ссылка на GPD Host. GPD Host это хостинг, на котором вы меньше, чем за 2 доллара, получите круглосуточную техподдержку, SSL-сертификат на год. Также вы получите помощь от техподдержки при переносе своего сайта с другого хостинга на e-host, причем сайт все время будет доступный. И также вы можете оплачивать его Яндекс.Деньгами. Я данным хостингом не пользовался, но один из моих любимых блогеров, Саша, ITINFO, свой сервис-центр хранит именно на этом хостинге. Он даже делал видео, как сделать сайт, как его перенести. Ссылка на это видео также будет в описании под роликом. Ребята, всем привет, все больше и больше я становлюсь автоблогером. Еще одна, даже самому смешно стало, еще одна железяка из автотематики. Это какое-то управление какого-то устройства. В общем, визуально я нашел проблему, я ее устранил, и просто так я не могу отдать. Я хочу ее запустить на столе и убедиться, что устройство у нас все же работает. И это самое-самое сложное, потому что нет ни схемы платы, ни схемы распайки вот этого жгута, чтобы было понятно, что куда подключено. И как я понимаю, это просто плата управления, и она идет еще с какой-то платой, которая, наверное, уже имеет какие-то силовые ключи, либо реле, и управляется все через этот разъем. Потому что вот этот разъем, это разъем, который идет на эту морду. Вот так выглядит морда. И вот здесь есть клавиатура. То есть вот она клавиатура, кнопки. И вот этот разъем подключается сюда. То есть он нам не интересен. Нам интересен только вот этот разъем. Так как здесь цифровая схема, то скорее всего она питается либо от 5 вольт, либо от 3,3, либо от 2,7, либо от 1,8. Но какое-то стандартное напряжение из всего этого ряда Хотя может быть, что какая-то часть работает от одного напряжения Другая часть от другого И казалось бы, так как она в автомобиле стоит То здесь должен быть какой-то преобразователь В это напряжение из 12 Потому что на машинах 12 вольт Либо, так как это скорее всего в автобусе каком-то стоит То скорее всего там из 24 вольт Я в принципе ничего не вижу здесь Никакой кренки, ничего подобного Вот тут можно подумать, что есть что-то похожее Стоит возле разъема Ну как бы очень похоже Но это не так, потому что Как правило возле всяких вот этих вот стабилизаторов Стоит какая-то, какие-то конденсаторы Но их нету В общем нужно определить куда подключать И нужно определить какое именно напряжение Скорее всего оно явно не 12 вольт Скорее всего оно 5 вольт Либо 3,3, либо 2,7 Если оно допустим на 2,7 вольта И вы подойдите 5 То скорее всего у вас плата сдохнет Она как бы вроде как бы не рабочая Но с другой стороны если вы ее убьете Это будет очень и очень грустно У нас есть микросхемы, с которых можно считать маркировку Допустим вот эта микросхема Это DM699 Я сначала подумал, что это какой-то АЦП Потому что аналоговые девки делают какие-то Ну классные хорошие АЦПшки Что-то аналоговое такое интересное Но оказалось, что это устройство Которое следит за напряжением питания И как только оно отличается от заданного Оно сразу тормозит микроконтроллер То есть опускает ножку ресет для того, чтобы микроконтроллер остановился Дело в том, что если микроконтроллер будет питаться непонятно каким напряжением То он может сойти с ума и начать выдавать команды Которые в принципе он выдавать не должен Он может что-то отключить или наоборот что-то включить В момент, когда он этого делать не должен Поэтому эта штука следит за напряжением И в данной штуке есть источник опорного напряжения На 4,65 вольта А это нам уже говорит о том, что питается вся эта часть от 5 вольт То есть эта микросхема следит за 5 вольтами Потому что если бы вся схема питалась на 3,3 То стояло устройство с другим опорным напряжением Которое немножко меньше чем 3,3 А так как стоит 4,65 То ясно, что питаться все должно от 5 вольт Дальше здесь стоит пик 16 Я посмотрел в даташит и определил где у данного пика плюс и где минус Ну в принципе где минус питания это очень легко определяется Видно по разводке печатной плате Как правило земляной полигон это весь такой основной полигон То есть мы можем даже посмотреть где на разъемах это все выводится Вот здесь допустим есть земля Сейчас я сразу туда подключу шнур питания Это эмуляторка шины для Рено Но мы сейчас им будем пользоваться для того чтобы все что нужно подключить Как понимаете цена ошибки она может быть очень высока И для того чтобы подтвердить что землю я правильно нашел Что минусовой провод я правильно нашел Я еще посмотрел даташит на данный пик И на данный пик вот четвертая точнее пятая ножка с этой стороны Она земля Но это видно что она вот тут вот подключена прямо вот к полигону Но мы опять ее возьмем и прозвоним вот с этой ножкой Да все верно Ну и напоследок конечно этого уже делать не нужно Но тем не менее определили что идет сюда Дальше я посмотрел где в даташите на пик подключается плюс 5 вольт И это соседняя ножка Подключаем и ищу То есть вот здесь минус 5 вольт здесь плюс 5 вольт Верхняя Для того чтобы в этом убедиться я еще раз открыл даташит на 699 ADM И у него вторая третья это плюс И сейчас мы сравним действительно ли это так Ну да действительно это так Ну и еще раз напоследок можем вот так вот сделать Ну да абсолютный ноль по показанию То есть таким образом мы определились что плюс 5 вольт и земля Сейчас включу лабораторный блок питания Для надежности я все таки выставлю не 5 вольт а 3.3 Лучше предохраняться Потому что на самом деле эти штуки дорогие Хотя по сути я же что могу сказать Могу сказать ой ребята я ничего не знаю Идите нафиг у меня все работало там или не работало Не смог сделать Но это не мой метод я стараюсь по максимуму По максимуму помочь людям Так вроде подключил Вот черный у меня с узлом это плюс И идет сюда Поставил 3.3 вольта Сейчас у меня все выключено Вот здесь плюс А вот здесь вот минус Еще раз проверяем очень внимательно Плюс черный идет сюда наверх Да и минус там Еще раз проверил уже второй раз Вроде бы все правильно Сейчас подам питание Но имейте ввиду что устройство может не запуститься И может оно не запуститься из-за того что вы что-то тут ошиблись И оно у вас сдохло Это первый вариант А второй вариант сейчас используется Для всех устройств Каншина И даже если устройство запитано То оно не запустится То есть оно не покажет что оно работает До тех пор пока Главный блок управления По Каншине не даст сюда какую-то команду Чтобы ее запустить Именно для этого я использую Кан-эмулятор В данном случае он для Рено И в данном случае он никак не подключен Просто мне удобнее вот этими вот проводами Это все подключить Ладно Подаю 3.3 вольта Может быть что-то будет 3.3 вольта 10 миллиампер потребляет Ну какая-то картинка появилась Какая-то картинка появилась Выключаю И подам 5 вольт Потому что скорее всего сейчас эта штука просто держит Ресет в ноль И у нас ничего не стартанет 5 вольт И тоже какая-то хрень Но жрет уже 18 миллиампер О! Эрор 4 Ну по крайней мере уже видно что все работает А Эрор 4 наверное из-за того что он какие-то датчики Или что-то опрашивает И не получает никаких данных Но по крайней мере видно что что-то включается Что что-то есть нормальное По крайней мере надпись он вывел читаемую А это значит что напряжение правильно выбрал 5 вольт И питание тоже правильно подключил Я прекрасно понимаю что вы сейчас скажете что в принципе Нужно какой-то стенд собрать Что оно должно там крутить какие-то двигатели Какие-то датчики эмулировать И так далее и тому подобное Да это так И я бы так сделал если бы у меня допустим Каждую неделю вот была бы вот такая вот плата в ремонте Но они в ремонтах бывают очень редко И каждый раз разбираться Ну чтобы вы понимали Чтобы во всем этом разобраться Как оно все работает Какие датчики Нужно очень много времени И оно того не стоит Я запустил Я увидел что в принципе оно работает Проблема была с дисплеем Вроде бы показывает нормально То есть проблемы как бы с дисплеем уже нету Поэтому я могу смело отдавать А дальше уже человек поставит свое устройство И увидит работает или не работает Щелкну для того чтобы показать хозяину Что вроде бы все работает А работает оно или нет Уже будет видно когда данное устройство Будет установлено на свое место Все ребята Надеюсь что данное видео было вам полезным Очень аккуратно с подобными штуками Что-то не досмотрели Что-то не туда подключили Чик и все И вы уже его никогда не заведете Прошивку вы не найдете Никто вам не пришлет Напишите производителю Он вам скажет что Мы плату не можем прислать Мы можем вам прислать новый блок И новый блок стоит скажем 800 евро Ну так к примеру 3000 евро там Или еще что-то То есть цены просто дикие И нужно быть очень и очень аккуратным В описании под видео я напишу Завелась эта штука или не завелась У хозяина Чтобы вы спали спокойно И всем спасибо Всем пока Крепкого здоровья Не болей И удачи Ты ведь поставил лайк Правда Молодец Это очень помогает каналу развития Для меня это самая большая благодарность